Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и в этом видео покажу вам 11 лайфхаков с квадрокоптерами. Таких лайфхаков еще никто не делал, и если вам понравится это видео, то пишите в комментариях слово квадрокоптер. Ну а перед началом небольшая реклама. Спонсор этого видео магазин цифровых товаров Зака Зака. Там вы получите лучшие цены на компьютерные игры, и не только. Гарантия 100%, моментальная доставка, а также ежедневная раздача дорогих игр и конкурсы. Зака Зака, ссылка в описании. Ну а мы начнем. Привяжите петарду к квадрокоптеру на ниточке, чтобы она была на расстоянии 30 сантиметров. К петарде обязательно привяжите фитиль. Теперь вам осталось только пожечь фитиль и запустить квадрокоптер в небо. Выглядит очень прикольно, когда вверху происходит небольшой взрыв. Второй лайфхак тоже самое, только к квадрокоптеру нужно привязать фитиль. При полете в воздухе у вас будет искрящая штука, которая будет создавать красивый эффект. Кстати, фитиль нужно тоже привязывать на ниточке, иначе он расплавит корпус вашего квадрокоптера. Третий лайфхак это скорее пранк. Запустите квадрокоптер с окна и приземлите на землю, чтобы не тратить зарядку. Теперь дождитесь, пока будет идти какой-то прохожий, резко взлетите. Очень забавно наблюдать реакцию. Некоторые начинают смотреть на дрон, некоторые пугаются, а некоторые пытаются его словить. Квадрокоптер может поднимать некоторые грузы, а значит его можно использовать для транспорта. Я, например, попросил школьников сбегать ларёв за спичками, чтобы не спускаться вниз. Затем попросил их прикрепить эти спички к квадрокоптеру, затем спокойно поднял к себе домой. Очень удобно. Также, если вам лень выходить на улицу, то можете просто пускать коптер с окна. Самая главная проблема всех радиоуправляемых игрушек это аккумулятор. У коптера время полёта ограничено. Чтобы немного его увеличить, снимите корпус. Таким образом, ваш квадрокоптер станет легче, соответственно, меньше энергии нужно будет, чтобы удерживать его в воздухе. Чем меньше энергии тратится, тем больше время полёта. Если у вас нет квадрокоптера с камерой со стабилизатором, вы можете перезвать дешёвому китайскому дрону обычную экшн-камеру. Главное, чтобы он её потянул, и она была не слишком тяжёлая. Если у вас нету камеры, можете использовать телефон. Картинка получится вот такая, то есть будет вся трястись, но это можно исправить. Чтобы её стабилизировать, воспользуйтесь программой для монтажа или онлайн-стабилизатором видео. Они сделают электронную стабилизацию, и картинка будет много плавнее. Каждый винт квадрокоптера создаёт воздушный поток. Закрепите ваш дрон таким образом, чтобы винты были расположены к вам. Если моторы работают на полную, то аккумулятора хватит буквально на 5 минут. Но, если же включить их на минимальную мощность, то заряда хватит намного более продолжительный отрезок времени. Таким образом, вы можете использовать дрон как вентилятор. Если вы хотите летать на большом квадрокоптере дома и боитесь за него, то прикрепите на него защиту для винтов. Таким образом, если он что-то заденет, то винт не остановится, и дрон не упадёт, а защита просто коснётся предмета. На самом деле, это очень полезная вещь. Для каждой модели существует своя защита, и купить её можно на Алиэкспрессе. Если вы не умеете летать на дроне, и он у вас постоянно падает, то держите его постоянно задом к себе. Дело в том, что человек не сразу привыкает к тому, что когда коптер поворачивается к вам, то управление инвертируется, и вы постоянно путаетесь. Взлетать и садить дрон нужно также, держа его задом к себе. Ну и последний, это не совсем лайфхак, а скорее совет. Если у вас ещё никогда не было квадрокоптера, и вы очень хотите себе купить его, то не берите дорогой, поскольку с вероятностью 80% вы его разобьёте. Я учился на дешёвом дроне из Китая, который просто неубиваемый, и им довольно легко управлять. Всем советую именно его, да и стоит он недорого. Ссылку я оставлю в описании. Ну что ж, не забывайте, если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк и напишите в комментариях слово «квадрокоптер». И тогда новое видео на канале выйдет быстрее. Ну и также не забудьте подписаться. Всем пока!